меня зовут катрин и моя хозяйка ведьма на заре человечества она создала несколько волшебных папирусов которые смогли положить конец ненависти и несправедливости в мире в этот самый момент она помогает миру поскольку эти папирусы были утеряны в течение многих веков во время непрекращающихся человеческих войн мы должны найти потерявшиеся папирусы чтобы мы могли вернуть мир и радость на землю привет мои дорогие привет мои хорошие я рада приветствовать вас на своем канале меня зовут инга и сегодня мы с вами посмотрим пару игрушечек из тех же самых разработчиков которые сделали замечательную игру house full of cards и кассу full of cards первая игрушечка это зоди кац что она себя представляет я в нее уже поиграла я все наиграла и давайте я вам покажу из чего она состоит нам надо составлять пазлы у нас есть разные уровни значит это знак зодиака здесь все знаки зодиака все 12 и когда вы открываете все 12 знаков зодиака у вас появляется дополнительная локация с катериной и локация от как ты плюс вот я разгадывала на нормальном я разгадывал на тяжелом огоньки означают то что все разгадано и принципе давайте я вам просто покажу на примере что и как это а пазлы давайте возьмем например у нас сейчас какой месяц у нас сейчас у нас сейчас еще скорпион пока что идет давайте возьмем скорпиона на тяжелом уровне и вот так вот выглядит наши пазлы складываются они довольно просто вы просто меняется местами значочки и как сказать мой принцип был довольно просто сначала собираем уголки потому что каждая картиночка имеет свою рамочку и соответственно рамочки складываем таким образом верхняя идет наверх потом мы с вами подберем уже порядок которому все это складывается вот хотя у меня все загадки разгаданы каждый раз когда вы заходите сюда вы можете собрать этот пазл а по новой здесь есть две темы можно собирать на темном можно собирать на светлом кому как нравится мне больше нравится на чем на темном это так сказать глаз отдыхает вот и в общем то давайте просто на примере одну соберем вам было понятно что это что это и как это довольно медитативная действительно игрушечка есть такая спокойная музыка и в общем то я вполне себе представляю как многие может быть из вас тоже захотят после стрессового рабочего дня зайти в эту игру и просто-напросто подвигать фишечки сильного напряжения мозга но тут не требуют а как говорится антистресс еще тот так это я сложила сложила где-то должна быть еще одна рамочка вот она вот теперь у нас сложены наши крайние но порядок их еще надо восстановить давайте смотреть по углам очевидно это идет сюда так очевидно это идет сюда я так думал нет вот это идет сюда вот совпадает это пойдет сюда это сюда и дальше очевидно это у нас уже собрано так что у нас снизу здесь продолжается линия тут уже появляется какие-то лапки кошачьи наверно как-то так и здесь уже собрано хорошо мы можем продолжить здесь можем продолжить сверху вверху пока непонятно но здесь вот у нас есть значечек соответственно мы помним какой знак в скорпионе и такая м с хвостиком но здесь пока непонятно поэтому давайте оставим здесь у нас продолжение вот этого значечка вот она совпало ну и дальше будет понятнее наверно я так думаю по вот этим лучам которые откуда-то явно идут продолжаются и вот так вот вот здесь тоже не совсем понятно как пойдут но по разводам которые имеются вот здесь можно предположить что так хорошо давайте собирать дальше так лапки 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 у нас тут подтягиваются есть где-то брюшка нет она явно не здесь и не здесь а вот здесь а это явно сюда да а мне кажется это что у нас это папа да это кошачья папа тут пошел хвост вот скорпионе это вот скорпион у нас зодиакально не какой-нибудь непростой так здесь должна быть спинка кусочек нет это не то более того и это тоже не то вот это вот сюда должно быть а сюда я чуть как-то что-то как-то далеко все не так должна быть кошачья голова и такое впечатление что нам не хватает здесь пазла подожди или это лапка должна сюда пойти вот оно как вот оно как это я вниз неправильно составила вот теперь все сходится то нам кусочка кота не хватало так папа сюда и все остальное тоже передвигаем ой и сюда и сюда пазлы просто меняются местами вот теперь где был кусочек спины теперь он точно сюда нет да странно ладно вот кусочек спины а это лапа это кусочек лапы и и где-то у нас должно быть ухо и еще кусочек ухо пока что непонятный кусочек тучки вы видите где-нибудь ушастую тучку я пока не вижу ладно давай-ка дальше что у нас еще какие тут отправные точки могут быть надо искать стучку это явно не та . а вот кошачья ухо меня тут сбила с панталуку поскольку вот здесь вот тоже какой-то кусочек есть вот смотри здесь у нас сложилось теперь самое сложное это собирать вот этот вот орнамент из цветов тут я вам скажу конечно еще та история ну вот здесь идет листик где-то здесь должна быть должен быть кусочек где кусочек вот этого листа может быть это дожди да похоже потому что здесь сходят случай так здесь тоже есть случае и очевидно это вот это нет это будет здесь а здесь карточка с лучами вот это кроме того всего прочего здесь еще и зодиакальный знак и это очевидно идет сюда вот зодиакальный знак у нас сложился цветочек продолжает складываться поехали дальше так здесь листок где вот это у нас откуда но идет отсюда да так вот сошлись вот здесь здесь так это очевидно будет здесь вот начинает складываться розочка верхушечка этой розочки а и здесь еще лучи и здесь лучи кусочек звезды и вот замечательно сложилось здесь как-то странно выглядит но да ладно так где-то еще должны быть остатки лучей а ага и вот сам значок скорпиона так замечательно лапки от того скорпиона а это очевидно его клешни вот все потихонечку складывается это сюда кусочек клешни этой нет 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 подожди не туда ткнула сюда лапки еще должны быть лучики где-то скорее всего они будут здесь может и нет у нас тут есть надпись скорпион да тут будет написано сейчас посмотрим не вот вот где вот 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 и это очевидно сюда вот так этот кусочек у нас сложился давайте складывать надпись с корпио скорпио странно вот здесь кусочек вот скорпио продолжение ты надпись и должно быть здесь еще что-то что-то еще там должно быть пока не вижу откуда вот этот вот кусочек какого-то листочка а вот она как продолжение линия складываем солнышко лучи от солнышко должны быть где-то я не совсем уверена вот в этом кусочке но я так думаю что листочки должно быть явно здесь так а здесь у нас какой-то лес появляется и тучки до очевидно верхушки леса идут сюда ну и осталось сложить так вот продолжение леса вот сложен пазл а скорпион период с 23 октября по 21 ноября властитель знака плутон зодиакальный элемент вода камень рождения топаз цвет черный полярность отрицательная черты характера честность храбрость верность решительность честолюбие ревность обидчивость открытность открытность открытость наверно скрытность но скрытность да девиз я желаю кошки скорпиона игривы говорит нам катарина и любит прятать предметы они очень преданны членам своей семьи и любят обнимашки ну вот когда мы уже все это сделали можно так что вот это такое а это словарик словарик если вам если вы вообще не знаете что такое зодиаки и так далее вот здесь вам пишут что такое меркурий это общение венер энтузиазм земля решительность марс импульсивность юпитер экспансия сатурн обязательства уран оригинальность нептун идеализм плотон трансформация солнце уверенность луна интуиция и идет описание что куда но на самом деле друзья это такая игровая штука в общем то есть серьезно как к астрологии к этому не стоит носиться давайте мать и доведем вот это было скорпион на сложном уровне теперь давайте посмотрим а на нормальном уровне а например возьмем давайте дарова покрутим 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 я за закрыла глаза ткнул любое даже не знаю куда мы ткнули в кого-то а я ткнула в дополнительное это коты плюс когда вы открываете все карточки у вас открывается вот это вот код плюс пазл который вы можете сложить это самое последнее но тем не менее сейчас на легком уровне его будет я думаю достаточно просто сложить вот поэтому делаем все то же самое что делали раньше и и как я и говорю это игра бесконечная она конечно пазлы повторяются но они сбрасываются каждый раз как только вы заходите на новый то есть каждый раз их можно складывать вот конечно хотелось бы чтоб они может быть сменялись но вариантов тут не так много поэтому в общем то опять же особо запомнить как что куда не так не так просто так давай складывать здесь сюда это сюда здесь уже все гораздо проще идет так вот здесь от линии пунктирные сейф animal спасите спасайте животных и вот здесь мы сложили по-моему если мне не изменяет память здесь у нас была симметрия что внизу что вверху поэтому я думаю что мы сложим довольно просто только единственное надо мне понять это было сюда да это было сюда здесь так все дальше мы уже видим какие-то лапки виднеется поэтому скорее всего это как-то так пост котейка уже прямо складывается рисунок вот и осталось сложить еще наверху луна а цветы цветы луна луна цветы цветы так и вот так это я и моя хозяйка когда хозяйка ну когда она очевидно да она была еще совсем ребенком надо буква перенесена сюда она спасла меня и всегда говорит что я тоже спас ее потому что любовь к животным и может пробудить в каждом из нас самое волшебное чувство моя хозяйка показала мне что любовь это самый мощный инструмент для перемен и с какой бы бедой вы сейчас не столкнулись мы мы посылаем вам немного света и любви все будет хорошо вы не одиноким спасибо что были со мной и моем стремление восстановить затягальное папируса было так приятно провести с вами время надеюсь увидеть вас в моем следующем приключении пусть любовь и волшебство неизменно помогают вам найти свой путь вот это значит был финальный пазл еще есть пазл катерина но мы с вами не будем его складывать потому что принципе мы с вами посмотрели может быть вам самим будет интересно посмотреть у нас есть галерея когда вы сложили все пазлики вот они тут вы можете посмотреть как что выглядит соответственно вот он овен этот селец это близнецы и когда вы складывается только когда вы складываете по и появляется описание поэтому интересно сложить и почитать описание я думаю что это вы сделаете сами в общем-то те кто захотят поиграть сноте кто не захотят поиграть всем может быть и не обязательно это описание так это это рак это лев весы 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 вирга не это дева 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 вот весы либо вот на скорпион которого мы с вами складывали это стрелец и и это каприкон это козерог водолей рыбы и да есть как светлая светлый вариант есть и темной вариант и вот она та самая катерина которая появляется как дополнительный пазл она может быть белой кошечкой она может быть и черной кошечкой вот и последнее это спасите спасайте животных вот такие вот замечательные пазлы уже в собранном виде вы можете посмотреть опять же повторяюсь когда вы собрали кроме всего прочего вы можете посмотреть предсказания это тоже довольно интересно после того как вы сложили все пазлы вы можете погадать будущее ждет проверьте свои предсказания давайте посмотрим какое путешествие ждет вас в будущем так ну что ж друзья я посмотрю какое путешествие ждет меня в будущем у меня знак стрелец вам стоит завести оранжевую кошку говорят нам такая кошка обязательно станет вашим партнером по приключениям и будет поддерживать вас в хорошем настроении это пушистик он был спасен кастрирован с диагнозом кошачий спид его игривый и ласковый характер помогли ему быть принятым и теперь он счастливо живет в своем вечном доме будучи очаровательным и помогая своим хозяевам быть радостными и наслаждаться жизнью ну что ж вот такое вот предсказание интересно интересно а давайте посмотрим что скажут кому-нибудь другому давайте я опять же закрою глаза покручу круг и ткнул куда-нибудь а я ткнул на середину так сейчас еще раз я не знаю на кого напала на кого я попала друзья пишите в комментариях потому что я правда закрыла глаза и нажала и меня гемини это близнецы по моему близнецы близнецам стоит завести кошку породы смокинг такие кошки очень общительные и любопытные они игривы и получают огромное удовольствие от общения со своими хозяевами это джо это пожилой кот которого нашли на улице он был болен и искал еду после спасения он был кастрирован его взяли в привод пока он не нашел свой новый дом жалко какую хорошую качейка я бы его взяла обязательно вот ну и так можно тут как говорится погадать погадать и посмотреть что он нас ждет в будущем на любой знак зодиака я думаю что вы опять же это сделаете сами я не буду вам все показывать да и это не входило в наши планы и так мы посмотрели галерею мы посмотрели интро это там где нам говорит катарина о том что она о своей хозяйке так далее благодарности это разработчики вот те самые девкац которые и создали эту игрушку и варианты это что варианты это настроечки тут все очень просто вот ну и все в общем то вот такая вот игра зоди катс и как говорится приятная музыка релакс отдых и если вы решите купить эту игру то те пару копеек которые она стоит пойдут опять же на помощь животным которые нуждаются в этой помощи вот мы сейчас выходим и с вами переходим к другой игре опять же от этих же разработчиков посмотрим что это за игра пусть звезды принесут вам самые лучшие дни итак друзья это вторая игра они я уже немножечко говорила в конце прохождения игры castle full of cats я рассказывала из галереи о том о действующих лицах этих игр о котиках которые настоящие коты были или еще есть вот но это совсем другая игра это принципе в принципе своем суда катс это судока это судока в виде котов она у меня вся разгадана у меня осталось ежедневное испытание ежедневное испытание обновляется каждый раз вы сюда заходите и в общем то выполняете рандомное задание давайте для тех кто может быть не знаком с судока у нас есть инструкции кто вообще никогда не играл и не знает что такое судока у нас тут говорят описывают что как куда как играть как восстанавливать но на самом деле судока это довольно просто и здесь есть уровне и вот чтобы открыть вот этих всех котов они все закрыты то есть пока вы не разгадаете под каждым три загадочки котики остаются закрытыми на примере очень простой судока можно сказать и рассказать для всех кто вообще не знает что это как играть то есть у вас есть четыре варианта на примере котов обычно это делается с цифрами поле раз два три четыре вот а на примере с котами у нас есть четыре кота у нас есть рыжий кот черно-белый код трехцветный код и сиамский код вот принцип составления судока в одном ряду в одном ряду не должно быть одинаковых котеек это либо горизонтальный ряд либо вертикальный ряд в одном квадрате это поле на 4 квадрата пока что в одном квадрате не должно быть двух одинаковых котов не в этом не в этом не в этом не в этом вот принципе и весь принцип судоку в диагонали могут быть одинаковые это не засчитывается в общем-то вертикаль горизонталь и квадрат не должна содержать одинаково соответственно все очень просто вот здесь у нас есть три кота какого нам не хватает здесь кота нам не хватает здесь трехцветного кота вот мы его и ставим теперь смотрим vertical нам здесь не хватает какого кота нам не хватает черного кота вот дальше что делать когда немножечко сложнее. Вот здесь вот одного не хватает, здесь одного не хватает. Понятно, каких, да? А здесь не хватает трех. И вы такие, ууу, а что же делать? А тут идет метод исключения. Смотрите, здесь где-то должен быть черный кот. Это значит, что вот в этой горизонтали, а здесь есть черный, в этой горизонтали не может быть черного. Значит, он может быть только здесь. Даже если бы здесь не было рыжего, смотрите, здесь нету черного кота, здесь нету черного кота. Вот в этой вертикали, значит, здесь может быть только здесь может быть черный кот ну и вот по такому принципу все судака и решаются это как я и говорю сейчас самый простой пример вот посложнее судоку я вам покажу я не думаю что я буду решать на запись потому что опять же я не люблю торопиться в судоку я люблю сидеть как говорится чилить и никуда не торопиться вот что вы сделал что будет если вы поставить неправильную кошку здесь давайте поставим неправильную они сразу говорят вам что вот вот здесь два неправильных соответственно поставьте сюда правильную разгадали вот это был самый простой вариант из не самого простого мы давайте пойдем сюда вот в конечно и посмотрим вот это вот уже такое как говорится уровень немножко посложнее когда вы достигаете определенного уровня вам дают подсказки эта подсказка тут не сразу появляется но они потом открывается это по-моему открыть одного котика это открыть с двух котиков и это открыть по моему трех котиков если вам не нравится также здесь у нас меняется музыка вы можете если вы не хотите смотреть на картов вы можете поменять на цифры это вот как выглядит стандартная судоку с цифрами ну мне нравится на самом деле вот такой вот ряд именно с котиками вот можно менять фон я обычно играю на сером так меньше устают глаза и обычно я делаю экран вот так вот тоже черный так она как-то особенно когда вечером довольно приятно вот ну и вот вам примерно классического судоку где у имеется 9 цифр любое судоку насколько я знаю больше 9 не имеет то есть вот 9 цифр и соответственно принцип все тот же самый у вас не должно быть на вертикали быть одинаковых котов здесь их теперь 9 соответственно не должно быть в горизонтали одинаковых котов и не должно быть в квадрате одинаковых котов вот как решаются такие головоломки ну в принципе я могу наверное попробовать сейчас разгадать а может быть и не могу вот просто не особо хочется как говорится это я вам просто хотела показать что такая вещь и есть вот отсюда можем быть сюда мы отсюда можем быть все это мы вышли вот менюшку вот у нас есть здесь сразу написано вот 4 на 4 2 головоломочки 6 на 6 есть головоломочки это когда вот такое вот поле поменьше то есть здесь присутствует 6 котиков вот есть мы с вами видели 9 так сейчас я вам еще скажу а это если мы ткнем на кота мы можем посмотреть кто это такие за кого мы с вами играем что еще в правилах судоку секундочку что я хотела вам сказать да если вы где-то что-то не поставили не так то да вот уже не так видишь здесь черный код вот уже не так потому что видите вот она тут есть это окошко вы так она черная тоже нельзя а кого же можно то ну вот давай так поставим может быть он здесь неправильно делаем проще мы можем его права кнопка мыши просто убрать также бывают варианты когда сложная судоку и вы не знаете кого поставить вы щелкаете кнопкой и правой кнопкой мыши вы можете выбрать вот вы думаете а кто здесь может быть вот например а может быть сиамский мы его поставили и он как вариантик маленький тут у нас то есть мы думаем а потом мы думаем кто пищу мог быть кто пищу мог быть на еще мог бы быть и рыжий здесь да вот так вот теоретически рыжего здесь нету рыжего здесь нету мог быть и рыжий а мог быть и белый поэтому мы ставим как вариант здесь тоже белый имеем ввиду что вот так вот и когда на самом деле такие простые вот такие простые как этот вариант они не требуют вот такого задания такого применения вот и потом когда мы уже разгадываем мы методом исключения смотрим она здесь могут быть 3 здесь 3 здесь 3 а вот где-то в какой-то одной клеточке может быть только такой котик и тогда вот общем то таким образом это разгадывается чтобы убрать все это опять справа кнопка мыши мы наделали если вы хотите все поменять по моему это вот так вот это все очищает ну и это соответственно выход вот так вот кроме всего прочего когда вы вот это все разгадаете здесь есть дополнительные головоломки и вот тут уже идет серьезнее здесь головоломочки 6 на 6 вот этот вот квадратный сегмент вот и как сами видите здесь уже немножко посложнее то есть чем меньше у нас цифр или тех же самых котиков на поле тем сложнее головоломка если мы возьмем например вот эту 9 на 9 12 вот видите бывает так что какие-то квадраты вообще пустые или там есть всего одна котейка и соответственно разгадывать такое посложнее уже будет вот и есть у нас ежедневное испытание я сегодня еще не играла вот оно мое ежедневное испытание я уже вижу что оно не такое сложное но в принципе как говорится если мне захочется спокойно посидеть поиграть я его в общем-то могу и поиграть давайте вернемся обратно вот такая вот игра вот такой вот судока и соответственно есть галерея о котором который я вам уже читала что за котики здесь присутствуют вот они все девять котов которые принимают участие в этом судоку галерея знакомство с кошками вот и тут нам а это я делала понятно правильное знакомство с кошками ты приютила или приютил кошка великолепно кошки в основном руководствуется запахом и зрением поэтому совершенно необходимо чтобы новая кошка не видела и не чувствовала запаха других кошек живущих доме и наоборот иначе это может стать настоящей катастрофы здесь мы приводим несколько советов которые помогут вам успешно познакомить кошек и жить в гармоничном доме но во первых самый важный шаг во всем этом процессе стерилизуйте и кастрируйте всех своих кошек включая новую этим вы обеспечите более действенный способ знакомства кошек так как не возникает никаких половых споров вот и теперь чтобы получить подсказки по судоку я сейчас помнила откуда они появляются вы должны вот эти все десять пунктов прочитать это несколько задания сколько именно руководство о том как быть с кошками если вы завели новую к нового кота у вас есть еще кот или там несколько кошек и здесь на самом деле довольно дельные советы если хотите я вам их зачитаю их здесь не так много они не такие большие прежде всего выделите для новой кошки отдельную комнату иногда эта проблема может быть в этой комнате должна быть дверь которую вы можете запереть чтобы другие кошки не ворвались и не испортили весь медленный процесс знакомства вы должны обеспечить в этой новой комнате кошачий корм миску с водой туалет вдали от еды и воды как те точку удобную лежанку едное крыти чтобы новая кошка могла спокойно освоиться в новой обстановке знакомство с кошками так дальше второе никогда не сердитесь ни на одну из кошек если одна из них шипит рычит на дверь вместо этого дайте им лакомство чтобы они связали друг с другом что это позитивное имеется ввиду на рычит на дверь то есть если дверь за которой сидит новая кошка новые кошки иногда приходят и начинают там царапаться мы рычать там через дверь или еще кто-то что-то такое вот это имеется в виду они просто то что кошка рычит на дверь и помните держать дверь в эту комнату всегда закрыты только новая кошка и ее вещи и вы могут находиться в этой комнате 3 через неделю вы начнете знакомить всех кошек по запаху выберите какой-нибудь кусок ткани например полотенце или носок и осторожно погладьте им новую кошку чтобы уловить ее запах питать ее запах очевидно оставьте ткань за пределами комнаты новой кошки чтобы другие кошки могли ее обнюхать то есть пас погладил носком своего нового коте и подкинул ее в комнату или помещениях за другие кошки живут чтобы могли ее обнюхать теперь возьмите другой кусок ткани и сделайте то же самое с остальными кошками а затем оставьте эту ткань в комнате новой кошки чтобы она могла почувствовать запах других кошек и волнуйтесь если кто-то из кошек будет шипеть это нормально этот запах известен а этот этап известен как кошачье приветствие поэтому очень важно не пропустить его снова дав дайте им лакомство и продолжайте этот процесс приручения к запаху течение следующих нескольких дней на этом этапе вы можете начать кормить всех кошек через дверь новой кошки еду подают рядом с закрытой дверью изнутри ее комнаты остальных кошек кормят по другую сторону двери таким образом все кошки могут обнюхать друг друга наслаждаясь вкусной едой и связывают запах друг друга с чем-то приятным вы также можете сделать процесс подмены кавычках на короткий промежуток дня поменять с местами проживающих кошек в комнате новой кошки и наоборот они не должны видеть друг друга ну то есть вы берете свою новую кошку в ее комнату переселяется других или другого а ее в общем меняется местами места жительства котов вы можете решить эту проблему заперев сначала новую кошку ванны остальных кошек поместив в комнату новой кошки прошу прощения друзья пришлось отвлекаться у меня то тоже есть соседская кошка теперь закройте дверь комнату новой кошки оставив там остальных кошек и выпустите новую кошку из ванны чтобы она могла исследовать весь дом этот процесс необходим для того чтобы они узнали друг друга это очень важный шаг ну да то есть чтобы не носить одно через другого то есть сначала ты кошку вынес какую-то третью комнату или ванну или там туалет как говорят запустил всех ее а эту в эту так и прямо я знаю многие у кого несколько кошек так просто берут новую и кидают ее в толпу на самом деле это действительно очень мягкий способ потому что в принципе действительно если новая кошка приходит говорится к вам в дом а у вас уже там семеро по лавкам для нее это большой стресс и хорошо если она адаптируется а бывает так что начинается моббинг кошачий и в общем то вы бедная новая кошка будет страдать пятый этап видеть друг друга через щель если предыдущих процессах все прошло хорошо все кошки в доме расслаблены и больше не шипят друг на друга или на дверь новой кошки можно начинает начинать процесс я тебя вижу медленно откройте щель двери новой кошки менее пяти сантиметров или двух дюймов и каким-то образом зафиксируется в этом положении чтобы ни одна из кошек не могла открыть ее но при этом могла видеть друг друга так в этом случае также очень помогает дверь ширма но не забывайте оставлять лишь видимую щель чтобы кошки не видели друг друга полностью если на этом этапе не было ни шипения ни рычания дайте кошкам лакомство и можете смело переходить к следующему шагу шаг номер 7 теперь пришло время поесть медь вместе без каких-либо барьеров кормите всех кошек в одном пространстве но на некотором расстоянии около метра 40 сантиметров или больше друг от друга не забудьте предложить им действительно хорошую вкусную еду если все прошло хорошо без шипения рычания или драк пришло время поиграть вместе давайте поиграем выберите игрушку которая очень нравится кошкам например палочки с перьями и начинаете изматывать их если все кошки играют и не обращают друг на друга никакого внимания значит вы наконец достигли финальной стадии процесса знакомства теперь когда все идет хорошо вы можете оставить комнату новой кошки открыты и и или ебу вещами внутри на несколько дней под присмотром каждый день играйте со всеми кошками в доме давая им лакомство если в течение этих дней не будет драк преследование шипение ли рычания вы можете смело заявить что новая кошка будет жить в вашем доме и 10 несколько дополнительных советов если снова кошка случится какая-нибудь драка вернитесь к шагу первому и попробуйте все шаги заново не сдавайтесь и не торопитесь с терпением и любовью у вас все получится вы теперь часть истории этого маленького существа и вы очень важны любовь не знает границ так отказ от ответственности если у вас есть сомнения или проблемы с адаптацией ваших кошек всегда проверяйтесь ветеринара данное руководство является лишь небольшим справочником вы всегда должны обращаться за советом специалистов ну да то есть нельзя говорится говорить что вот я все делал так как вы у меня ничего не получается они все-таки там дерутся так далее вы виноваты никто не виноват это действительно совет потому что животные бывают очень очень разные очень разные особенно если вы конечно берете котейку из приюта у нее может быть какая-нибудь действительно сложная история и подорванная психика так что можно ожидать всего ну вот так что это мы с вами прошли опять же это опции вот такие вот тут у нас забавно такой дневничок вознаграждение это создатели опять же финю лину лили джованни и джуди вот так вот оси оси здесь написано чья музыка прийти по музыке здесь есть но в общем то и это все друзья вот такая вот судо кукаца что-то такое пяточка вот адаптируйте не покупается это слоган этой этих разработчиков этой компании вот а по поводу разгадывания судоку я думаю вы сами кто любит тот сам и разгадает смотреть на то как кто-то их разыгрываю играет судоку прямо скажем не очень интересно да и мне не интересно это делать на запись большого счета вот так что такая такие вот две игрушечки друзья я вам обещала показать я вам обещала и я вам показала но я показала также галерею галерея это давайте я просто пролистаю я все зачитывала в последней серии видео по игре the castle full of cats там мы с вами подробно читаем слух а что за коты это на самом на самом деле шмейка ты романик пусе классные котейки вот все они есть и если вы хотите почитать еще раз себе напомнить что за коты вы можете это сделать на паузе я вам тут просто немножечко быстренько пролистая удивительно томас конечно еще более милейший хорус умная и жизнерадостная мими вот такие вот жизнерадостные действительно игры это был как говорится обзор судок ука отсюда как и зодика я с вами прощаюсь и огромное спасибо всем кто это видео посмотрел всего вам хорошего и пока 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 пока